Всем привет! Сегодня готовим польский суп, польский народный, я не побоюсь этого слова, суп, запаланка. Очень простой и очень вкусный. Поехали! Нам потребуется вот такая кастрюля, будем закладывать сразу все подряд, не будем что-то перемешивать, что-то там размешивать, на разных сковородках готовить, все очень просто. Можно взять вот так нарезанный бекон, немножко так для копченостей, это я так для ассортимента, мы уже его потрепали со славой, пока ждали, что все начнется, пока начнется, мы уже тут покусали его. А можно взять вот такой вот замечательный, там уже шкира уже мягкая, в этом копчености меньше. Вот такие кусочки. Нарезаем этот бекон, грудинку, в общем, и начинаем его потихонечку обжаривать. Кусочки должны быть такие, чтобы радовали глаз и не вываливались из ложки, соответственно. У меня есть куча книг, в которых я нахожу рецепты. Я в Польше был очень много раз, проезжал мимо и в Германию, и проезжал и в Словакию, и дальше на Афон я ездил по Польше. То есть я Польшу довольно много исколесил. Первая страна, в которую я поехал, была как раз Польша в начале 90-х годов. Ну, тогда многие ездили, и Польша была открыта, там визы, по-моему, даже не нужно было выезжать, все, пожалуйста, выезжайте. Поэтому я с польской кухней знаком. Она очень похожа на русскую кухню. Такая она тоже сельская, фермерская. Есть и городская, конечно, там такая дворянская, но, тем не менее, надо же понимать, что около 300 лет мы были одной империей. То есть Польша входила в состав Российской империи очень долго. Поэтому до сих пор остались общие блюда. Может быть, называются по-разному, но вот такого вот я супа в русской кухне не помню, чтобы был. Поэтому журака нету, аналогов даже нету. То есть капустняк вот есть, да, который мы готовили, а вот такого супа аналогов нет в русской кухне. Поэтому я решил его приготовить. Дальше обжариваем лук. Нарезаем лук и будем его обжаривать. Нарезаем средними кусками. Нарезаем морковь. Можно натереть на терочке морковь. А можно сделать такими вот яркими акцентами. Если мы натерем на терке, то она, конечно, растворится. Будет мелко. Можно вот такими вот кусочками нарезать. Те, кому интересна польская кухня, может посмотреть у меня на канале. Это журак. Польский гороховый суп. Капустняк, опять же. Ну, это украинский такой, но это граница. Польша, Украина. Те территории. Как этот суп называется? С желудком. Фляки. Фляки есть тоже суп. Вот. Обязательно посмотрите. Очень интересно. Очень вкусно. Закладываем сюда универсальную приправу нашу. И также мелко нарезаем картошку. Не надо большими кусками. Поэлегантней нужно сделать. Сейчас ее обжаривать не будем. Мы будем ее закладывать тогда, когда полностью бекон будет, грудинка будет готова, полностью обжарена. После того, как мы сольем все водой. Поэтому закладывать, обжаривать пока не спешите. Кусочки маленькие, они быстро проварятся. Ну, обжариваем все до тех пор, пока, в общем, не будет готовое здесь блюдо. Потому что самое главное, здесь не пригодело, чтобы лавровый лист. Он уже начнет сейчас прогреваться и работать. И муку. Муки немного так, для порядка. Сразу же перемешайте. Холодной водой. Ну, или кипяченой, но холодной. Главное, не кипящей. Все. Время картошки. Посмотрите, какая красота. Уже красиво. А когда будет готово, вообще. Варим до готовности. Ну, я думаю, что максимум минут 30 и будет готово. За 10 минут до готовности, 5-10 минут до готовности, выкладываем сюда зелень. Итак, что нам потребуется для приготовления польского супа запаланка? Потребуются вот такие кусочки бекона. Можете нарезанные, можете целые. Это грудинка. В общем, всякие разные свиные копчености. Можно даже немножко копченых ребер. Вот таких не очень, чтобы немного было этой копчености. Такая вот вкуснота. Шейка. Вот все вот это вот. Довольно много картошки. Одна большая морковь. Два лука. Лавровый лист. Полторы-две ложки муки. Пшеничный обыкновенный. Петрушка. Ну, и специи шеф-шаров для супа. В данном случае это люкс универсальный. Подойдет и для мяса, и для курицы, и для супа. И для каких-то... Для рыбы подойдет. То есть смесь универсальная. По ссылке в описании ныряйте и покупайте на удобном для вас маркетплейсе. Польский суп Заполанка. Аромат какой, ребята. Вообще. Вперед. Такой запах вообще. Ну что. Я взяли не просто бросил. Очень вкусно, ребята. Ну, нет слов. Очень простое. Знаете, картофельный суп. Только вместо мяса или корочки положили в бекон. Очень вкусный. Прямо бабушки. Знаете, вот когда готовишь каждый день, вот можно готовить каждый день. Только самое главное, слишком копченый не покупайте. Ну, чтобы вот там не было перебора вот этого копченого. И он будет, как бы, и вкусом копчености, и картофельный, и овощной. Он меньше надоест. Не будет надоедать быстро. Все. Сейчас я еще чуть-чуть по это... Поклюю. И мы будем снимать еще два супа. Сегодня уже три сняли. Сегодня ползотворный день. Очень хорошее настроение. У нас творческое такое сегодня. Прямо вообще. Желаю вам того же самого. Творчества. Хорошего настроения. Счастья, здоровья. И всего самого наилучшего. Держитесь. До приятного. Пока. Пан Славка, выключай камеру. Пожалуй, лучше, товарищ. Товарищ Славка, выключай камеру. Давай. Дубы. Иди. Лопай за паланку. Лопай за паланку.